В нашем обществе ценностью, скорее всего, является не здоровье, а болезнь. Вам не кажется такое, что вот нет такого впечатления? Есть. Есть такое, да, впечатление? Потому что с болезнью можно снимать какие-то материальные дивиденды. Вот, значит, это... Да, наверное, наверное, да, что болезнь приносит доходы. Ну, правда, не всем. Нам, наверное, нет. И врачам. Врачам, да, может быть. Мои ценности. Что для меня в этой жизни самое ценное? Ну, скажем, минуту, сколько вы сможете, каждый, пожалуйста. Вы поняли задачку? Все. Вперед. Все. Так. У кого, что на первом месте? Какие ценности у вас? Мое время. Мое время. Жизнь своя и других. Жизнь своя и других. Но очень за здоровьем связано, правда? Да. Да, в некотором смысле. Так? Семья. Семья. Комфорт. Комфорт. Так вот, методика Рогича, известная оценка ценностей, он назвал это терминальные ценности. То есть ценности очень важные. Маленькое отступление. Согласно статистике, курят и регулярно выпивают около 20% студентов. 40% затягиваются, а 75% не прочь пропустить стаканчик. Под настроение или так. За компанию. Занимаются спортом лишь 30% молодых людей. Данные, конечно, не очень обнадеживающие. Ну да ладно, продолжим дальше. Кто за здоровье? Поднимите руки. Ра, два, три, четыре, пять. Так, кто за любовь? Так, четыре тоже, да. Кто за развитие? Развитие. Ну, приблизительно. И так три ценности, да? Продуктивная жизненная позиция. Вот три ценности, да. Многие из нас не стали первым местом здоровья, но выходя на улицу, заходит в зал, был и как бы берет сигарету в руки, да? Почему-то мы знаем, говорим, даже ставим на вот-вот-вот, на первых местах наша ценность, здоровье как ценность. А на улицу выходим, забываем. В чем дело? Современный студент – это активный, деятельный человек, который как можно больше пытается получить удовольствие от жизни, как можно больше ощущений, но при этом быть, ну как бы, в отрыве таком, от родителей, от себя. Я сама не курю, я как бы слышала такое мнение, что на самом деле, если человек это расслабляет, то с какой-то психологической, да, ну не с физиологической, именно с психологической точки зрения, курение может быть во благо. Если говорить о студентах третьего курса, то стоит не забывать о той нагрузке, которая дается, и все с этим могут справиться. Такая точка зрения, что курение как-то помогает, успокаивает стрессовые ситуации, в самом деле это, как бы, известный феномен, как бы, самооправдание человека. Он найдет тысячи, там, журналов, статей, в которых написано, что курение не вредно. Я бы хотел это подвести сегодня нашу встречу этой мудростью, которая звучит так. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Так вот, какова наша будет судьба, судьба здоровых людей и, соответственно, здоровых профессионалов, которые могут не только себе помочь, но и другим в этом смысле, зависит от нас. Совпало с тем, что вы ожидали? В целом, да. Молодые иногда прибегают не к тем средствам, чтобы справиться с этим проблемами, тем самым, так сказать, не средством, которые ведут к здоровью. А сами вы к каким средствам прибегаете? Как стрессы снимаются? Я вообще, во-первых, дышу глубже. Как всегда, если возникает для меня правило – это уметь расслабляться. Спорт замечательно. И расслабляет, и напрягает, и отвлекает, и так далее, и так далее. Можно неиспромный вопрос? Сколько вам лет? Мне 68 будет через два месяца. Спасибо. Спасибо.